Про физиологию дыхания немножко скажу и про то, что из себя представляют инструменты, которые тут и там предлагаются нам в качестве восстановления дыхательной работы системы дыхания. То есть понятно, что пневмония, которая происходит с человеком во время ковида, потому что все признаки пневмонии там, это связано с разрушением работы, нарушением работы дыхательной системы. Ну и я начну с того, что дыхательная система – это функциональная система. Функциональная – это значит, что она выполняет какие-то функции. Таких систем в нашем организме несколько. Ну, вы знаете, нервная система, которая отвечает за иннервацию, поэтому если мы хотим, чтобы у нас все двигалось, активно работало, мы с вами занимаемся восстановлением иннервации, если где-то она нарушена. И иннервация связана с движением импульса по нервным волокнам. От качества и частоты этого импульса зависит работа многих частей нашего тела. Если мы говорим о том, что с точки зрения функционала дыхательная система является номер один, ну, потому что, например, пищеварительная система – это тоже функциональная система. Пищеварительная система что делает? Она превращает всю поступающую пищу в строительный материал и в энергию. Функциональная система, если нарушается, либо переваривание плохо, либо строительный материал абы какой, либо энергии нет вообще. Вот. Это значит, что на уровне функционала где-то барахлит система. Вот то же самое можно сказать про нарушение функционала дыхательной системы, вследствие чего, собственно, люди, которые заражаются COVID-19, плохо его переносят, плохо его переносят. Почему? Потому что еще до инфицирования нарушено внешнее дыхание. Ну, и я вам хочу сказать, что огромное количество появившихся в этот период дыхательных гимнастик, разных программ, упражнений, в общем, это вакханалия разных советов и упражнений, предлагающих что-то делать с дыхательной системой. В общем, ничего не имеет общего ни со здоровьем, ни с физиологией дыхательной системы, ни тем более с оздоровлением. Почему, например, на аппаратах ИВЛ, это цифра озвученная везде и всюду, в Америке самое большое количество, 80% пациентов, которых подключали к аппаратам ИВЛ, погибали от того, что их подключали к этим аппаратам. Почему? Потому что агрессивно вторгались в дыхательную систему, которая и так не в лучшем была состоянии, и переизбытком воздуха, который вкачивали людям в пораженную систему, пораженные лёгкие. Они создавали ещё большую гипервентиляцию, система не справлялась, человек умирает. Поэтому, когда начали смотреть, что здесь что-то не так, что-то не совсем правильно, пересматривали вообще использование ИВЛ. В Европе этот процент 60, в Китае, по-моему, откуда всё началось, особенно огромный процент. Они там сразу поняли, что что-то не так с этими аппаратами ИВЛ. Вот. Ну и теперь перейдём к теме, собственно, почему дыхательные всякие гимнастики, которые тут и там людям предлагают, они, во-первых, совершенно неразумны, ненаучны, ну и кроме там пользы, ладно бы они там бесполезными были, а то они же ещё и вред человеку наносят. Итак, значит, что такое функциональная система? Это какая-то система, которая имеет измеримые константы. Вот если говорить о дыхательной системе, то она уже не считает, какое количество, мальчикам больше, мальчикам меньше, правильно. В Индии много людей, поэтому чего там церемониться. Так вот, константы, которые говорят о качестве работы дыхательной системы, это всего лишь два газа, которые в паре всё время. Два газа – это кислород и углекислый газ. И вот вы понимаете как? Простой вам пример. Прежде чем давать ребёнку какое-то средство от температуры, мы что делаем? Мы замеряем температуру. То есть замерили температуру, определили, что она там повышена или слишком повышена, и принимаем какое-то решение, там жаропонижающий давать или ещё. Если у человека повышается давление, что люди делают? Они берут тонометр и меряют давление. И если показатели давления завышены, то есть повышено артериальное давление, что делают там? Ну, кто что может, в общем, какими способами могут, но начинают что-то предпринимать. Обычно там медикаментозно снижают давление. Но человек, у которого скачет давление, он без замеров не принимает решение, принимать таблетку или нет. Понимаете? Замеряют какие-то константы. Прежде чем предпринять какие-то воздействия. Дыхательная система – это такая же функциональная система, лезть в которую без замеров констант не просто неразумно, а опасно для жизни. Но мы же все туда лезем. Мы начинаем придумывать какие-то упражнения. Есть же такая идея, что вот нужно восстанавливать дыхательную систему. При ковиде, при большом поражении легочной ткани, там от 60 до 80 процентов, когда человек, когда снимается основное воспаление, нужно выполнять определенную дыхательную гимнастику. Но какая это должна быть гимнастика? На что она должна быть направлена? Вот сейчас возьмите любой какой-нибудь, я не знаю, любой ролик, где рассказывают про дыхательные упражнения, потому что на этом хайпе очень многие люди поднялись, рекомендуя там то движение, то махать руками, то резко выдыхать через нос, то наоборот вдыхать через рот, выдыхать через... Что угодно вы там увидите, но если спросить у человека, а как это упражнение повлияет на две основные дыхательные константы, на углекислород и кислород, на углекислый газ и кислород, да вам никто не ответит, потому что просто не знают, что применяя какие-то упражнения, мы активно вторгаемся в систему, и любое изменение рисунка дыхания что-то за собой влечёт. Ну и вот это вот, знаете, это ущербная идея, что людям не хватает кислорода, породило огромное количество практик, где нас с вами раздышивают. Ну а вопрос регуляции, я уж не говорю там про регуляцию PH в организме, да, мало вообще кто знает, что дыхание это единственная функция, которая влияет на кислотно-щелочной баланс крови, межклеточной жидкости и PH клеток. То есть кроме дыхания ничего больше так не влияет. На 85% влияет дыхание на PH вообще всех сред организма. Но кто об этом знает? Нет, конечно, не знают. Поэтому начинают на этих темах спекулировать, абсолютно без всякого знания. Так вот, о чём хочу сказать. Если взять сейчас любого из вас и замерить количество кислорода в лёгких, то количество кислорода в лёгких у всех всегда достаточное. Там от 60 до 98, у здорового человека 98%. И вообще с этим никаких вопросов нет. Но нас же с вами что говорят? Идите там подышите, идите здесь подышите, идите в горах надышитесь, а в горах дышать ещё лучше, а там вы надышитесь. Ну, то есть в леса идите дышите. Потому что закралась когда-то вот эта ошибка, ошибка вообще в понимании физиологии дыхания, что якобы нарушение на уровне дыхательного гомеостаза происходит, из-за недостатка кислорода. Так вот, всё совсем не так. Всё совсем не так. Потому что кислорода в лёгких всегда хватает. Но вопрос в том, что тот кислород, который есть в лёгких, почему-то не попадает в наши клетки. И вот здесь мы с вами опять вернёмся к функции дыхательной системы. Функции дыхательной системы поддержания постоянства двух констант углекислого газа и кислорода. И опытным путём учёные в разное время выяснили, оказывается, что на здоровье человека константа по кислороду не так влияет, как константа по углекислому газу. А вот скажите мне, пожалуйста, всё, что я сейчас сказала, пока понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, что понятно. Я сейчас вам раскладываю вообще-то биохимию. Биохимию дыхания на очень простом языке. Понятно ли сейчас вот то, о чём я говорю? Что дыхательная система, работая как функциональная система, измеряется. Она чем-то должна измеряться, как любая функциональная система. Вот качество работы дыхательной системы измеряется двумя константами. Процент углекислого газа, содержание его в крови, и процент кислорода. Причём эти пропорции сначала замеряются в лёгких, процентное соотношение, потом в артериальной крови, а потом уже в клеточках. Потому что, если эта пропорция пропорция правильная, то передача кислорода в клетки, вот как бы истинная цель дыхания, это обеспечение метаболизма, обменных процессов в клетках. То есть мы дышим с вами для того, чтобы клетки наши жили, правильно функционировали, происходили там все жизненные процессы, а они все происходят на фоне кислорода. Вот тот кислород, который мы с вами надышиваем в лёгкие, должен насыщать артериальную кровь, а потом эта кровь несёт это всё до клеток. И вот если у нас в клетках, в артериальной крови и в лёгких нарушен баланс кислорода и углекислого газа, кислород до клетки не дойдёт. И сначала у нас нарушается содержание кислорода в артериальной крови, потому что недостаток углекислого, сейчас объясню почему. А потом уже и клеточный метаболизм просто рушится. И вот бегая мы с вами всё ищем, какие-то способы нам помочь. А всё, что нужно сделать, наладить внешнее дыхание. Как его наладить? В конце эфира скажу. Так вот, когда обнаружилось, вот есть такой приборчик, пульсоксиметр. Пульсоксиметр, когда на пальчик надевают, можно померить уровень кислорода в крови. Вот в любой момент сейчас вас могут замерить у любого человека и обнаружится, что кислорода в лёгких может быть достаточно, кислорода в крови уже недостаточно. А кислорода в тканях вообще нет. Да, то есть вот этот процесс гипоксии. Почему? Потому что даже тут есть такой процесс, когда гемоглобин хватает, кислород молекулы, называется это уже оксигемоглобин. Он насыщен кислородом. И вот артериальная кровь несёт оксигемоглобин по артериям к разным органам и клеткам. И вот здесь, когда подходит оксигемоглобин к клетке, к органу, там должно быть какое-то количество углекислого газа. Потому что работает эффект верига-бора. Есть таких два учёных, которые независимо друг от друга сделали когда-то открытие. 125 лет, 123 года назад. Так вот, здесь должно встретиться с углекислым газом. Если углекислого газа мало, вот этой процесса передачи и обмена не произошло. И гемоглобин, этот же кислород, потащил дальше и вывел с выдохом. То есть процесс передачи, обогащения клеток кислородом не произошёл. А почему это всё? Потому что у нас с вами в первую очередь нарушено внешнее дыхание. Внешнее избыточное дыхание создаёт гипервентиляцию в лёгких. И мы с вами с каждым выдохом, к сожалению, теряем больше, чем нужно, углекислого газа. И вот этот вот гомеостаз дыхательный нарушается. Поэтому, что бы мы с вами там не делали, какими бы средствами ни пытались себя поддержать, восстановить и так далее, если у нас нарушено внешнее дыхание, всё остальное малоэффективно, да и вообще не воздействует на ключевую причину потери здоровья. Поэтому, когда-то проверялись эти вещи, проверяются, они же не просто так вот озвучиваются. Есть такой учёный Гендельсон, есть такая известная формула Гендельсона там двойное имя, тоже два учёных. Так вот, он когда-то в начале 20 века проводил опыты с животными. Конечно, опыты такие, ну, жестковатые, ну, а как ещё проверить? Значит, в течение 10 минут собаки подавался в лёгкие кислород в избыточном количестве. И в течение 10 минут, достаточно было 10 минут, чтобы собака умирала. Вот, в принципе, это то же самое, что сейчас делают с ковидными пациентами, с тяжёлыми, которым, которым подключают к аппарату ИВЛ. Там ещё при отсутствии жизнеспособной лёгочной ткани, то есть, если идёт ещё и параллельно вот это вот органическое поражение лёгочной ткани, когда там 60-70% лёгких слиплись, не работают. Вот представьте, остаётся маленький участок жизнеспособной лёгочной ткани, которая не способна столько принять воздуха, и кислорода не способна столько обработать. А углекислого газа недостаточно. А здесь уже включается такой механизм. Смотрите, вот, механизм, собственно, бронхитов и пневмоний. Невозможно раскрыть бронхи за счёт того, чтобы подать больше воздуха. Вот это когда говорят людям с насморком, с хроническим бронхитом, что им якобы нужно раздышиваться. Они к бронхиту пришли, потому что именно раздышаны. И мы с вами все страдаем разными патологиями, потому что изначально мы уже раздышанные люди. Вот эта вот идея, что нужно глубоко и много дышать, создаёт вот ту самую убийственную гипервентиляцию, вследствие которой в ответ на объёмный вдох, да, ну, что такое глубокое объёмное дыхание. Это когда мы с вами хорошо вдохнули, а потом хорошо выдохнули. Даже если это дыхание будет растянутое, замедленное, как в полном йоговском дыхании. Почему полное йоговское дыхание я убрала из практики? Так же, как и капалабхати, и все, тем более, всякие пхастрики. Потому что это напрямую вторжение в дыхательную систему и провокация дисфункций дыхательной системы, нарушение дыхательного гомеостаза. дыхательного если мы хотим с вами говорить о том, что нужно как-то восстанавливаться после ковида, первое, чему нужно учить людей, и что должны медики знать, которые принимают этих пациентов и потом их выпускают, это устранять глубокое дыхание. Это первое. Вот первый способ быстрого восстановления людей после ковида это убирать избыточное дыхание, потому что работает такой закон избыточное такой закон избыточное внешнее дыхание будет порождать недостаточность внутреннего дыхания. Недостаточность это снабжение кислородом всех тканей. Избыточно дышим, нарушается дыхательный гомеостаз, клетки не получают кислород. Точно так же происходит например с бронхами. Что такое недостаток углекислого газа? Вот как только в легких падает давление СО2, бронхи сжимаются, закрываются бронхолегочные пути. Это такой ответ их на уменьшение давления. Называется это порционное давление углекислого газа. Как только вы, вот я сейчас разговариваю, и у меня идут избыточные потери углекислого газа. Поэтому, когда человек, например, спикер, долго разговаривает, даже при отсутствии ротового дыхания, вот у меня отсутствует уже ротовое дыхание, я во время речи, видите, вдыхаю только носом. это первое, чему нужно научить не просто ковидных больных, а всех людей. То есть, когда человек нераздышен, когда у него в обычной жизни, до всех пандемий, не было раздышенности, и не испорчена была дыхательная система, вы знаете, что эти люди очень легко переносят ковид, вообще легко переносят. Да, у них нет такого даже поражения легочной ткани. А вот раздышанные люди уже, вот вспомните, пожалуйста, многие из вас здесь занимаются йогой, преподаватели есть, вы все слышали про такую фразу, что дыхание совершенного человека неслышимое и невидимое. Что это говорит? Что здоровый человек выполняет за минуту гораздо меньше дыхательных циклов, чем больной человек. А как же знать? Как же зевать? Да зевайте себе, пожалуйста. Зеваем же мы с вами, ну сколько, 7 раз в день? Ну и то мы научились зевать через нос. Пожалуйста. То есть это тоже можно освоить. Я когда зеваю, я уже ртом не вдыхаю. Вот. Это все просто дело таких вот наших привычек, там, где нет внимания. Мы лучше повторяем все, что делают. это как больные пациенты что делают? Получают советы от больных докторов. Я зеваю закрытым ртом. Вот Юля уже научилась. Мои студенты инструктора, они осваивают это в течение двух месяцев вообще. Вот. Кстати, для инструкторов и для всех интересующихся, я планирую в июле запустить курс по дыханию. Вот. Если кому будет интересно, я дополнительно еще анонсирую. Вот смотрите, на снижение давления, то есть, мы с вами очень много выдыхаем. Вот я сейчас говорю, 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 мне достаточно будет просто остановиться, помолчать какое-то время, не увеличивая дыхание, взять паузу, и у меня порционное давление в легких углекислого газа восстановится. Вот. Ну, а теперь вот посмотрите, я говорила о том, что лекторы, которые говорят полтора, там, два часа, говорят, 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 у них к концу лекций у большинства закладывает нос. Почему? Вот у меня сейчас начнет скоро закладывать нос, потому что я уже провела один эфир, там, час говорила, больше. Сейчас с вами буду говорить. Почему? Потому что это такая компенсация, и хронические насморки, все танзелиты, все, что происходит с гайморовыми пазухами, это все компенсация дыхательной системы, она создает отеки, выделяет больше слизи, для того, чтобы сузить дыхательные просветы и дыхательного горла, да, и дыхательных ходов носовых, и тем более бронхов, сужает, для того, чтобы прекратить потерю углекислого газа. Мы же что делаем? Мы начинаем капать, мы начинаем куда-то бежать, нам говорят, надо дышать, надо раздышиваться, нужно что-то делать со своими легкими. Но вот знаете как, удивительные факты. Бывает, что ковидные пациенты, они имеют разрушение легочной ткани до 80%. Но пульсоксиометром замеряется количество кислородов в крови и оказывается, что сатурации нет. Сатурация это количество, это вот насыщение крови кислородом. Вот когда им замеряют, большое поражение легких. Казалось бы, какой кислород тогда, как мог кислород поступить в кровь? Это нераздышенные пациенты. Это люди, у которых дыхательный центр не извращен. То есть у нас у всех дыхательный центр сбит. Он уже перестроен реагировать, делать выдох, когда вот совсем немножко в теле накопилось углекислого газа, и он сразу реагирует на выдох. Мы же с вами вот упражнениями, кто со мной занимается, мы постепенно переучиваем дыхательный центр так быстро не реагировать, чтобы чуть больше углекислого газа способно было скапливаться в теле и выстраивалась вот эта пропорция давления кислорода давления углекислого газа. То есть смотрите, о чем хочу, в общем, главная мысль в том, что для нас критически важен показатель углекислого газа, а не кислорода. По всем замерам, что уже какие есть исследования у Бутейка там за 40-50 лет, у Новожилова его продолжатели в Москве клиника и у всех методистов, которые сейчас по миру есть. Ну вот разные были исследования. Так вот, при нарушении константы углекислого газа связываются все последствия. Подъем давления, потому что углекислый газ упал от давления, сосуды сжались и начинает система больше нагружаться, чтобы подтолкнуть кровь к мозгу. Вы знаете, артериальное давление повышается. Почему? Потому что недостаточно крови поступает к сердцу и к мозгу. Поэтому давление повышается. Но предшествовало этому, что предшествовало этому? Недостаток углекислого газа, нарушение парциального давления в легких. Дальше нарушается оксигенация артериальной крови. Кровь, которая ненасыщена кислородом, дрейфует по телу. И собственно дальше из-за того, что мало кислорода в крови и еще и мало углекислого газа, потому что мы его выдохнули, не происходит оксигенации, но зато в крови накапливается углекислый газ. Ну в общем получается такие порочный круг из-за нарушения внешнего дыхания. Теперь смотрите, как восстанавливать дыхание, как восстанавливаться людям после ковида. Первое, что нужно сделать, научить человека правильно дышать, устранить ротовые вдохи в речи и вообще в жизни, прекратить раз и навсегда вдыхать через рот. Мало того, что это просто не гигиенично, вот с точки зрения гигиены этого тела, вдыхать через рот это как облизывать асфальт, как сказал Алик Малахметов, понимаете, это вот все, 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 что есть в пространстве, пропускаете через рот и оно сразу попадает в бронхи и в легкие. Когда же мы с вами вдыхаем через нос, весь воздух входящий очищается, увлажняется, согревается и только таким он должен попасть в бронхи. это первое, показать людям, обратить внимание на то, что все рота дышащие и просто вот с сегодняшнего дня вы услышали разумному человеку один раз достаточно услышать, что просто прекратить это делать и вы увидите, что ну что, уже сразу поменяется состояние, просто у нас нет возможности как бы это все время сканировать, но устраняя ротовое дыхание вы во-первых ну просто даже знаете как вся инфекция все мы же постоянно с вами получаем в воздухе постоянно циркулируют разные агенты вирусов миллион не только ковид в воздухе мы его мы получаем эти вирусы каждый день в невероятном количестве но почему-то одни системы с этим справляются а другие нет почему-то у одних систем иммунитет который напрямую связан регуляцией иммунитета и качество иммунитета напрямую связано с дыхательным гомеостазом точно так же как и обмен веществ напрямую связан с дыханием это потом все уже остальное хотя и остальное может не быть научить человека отслеживать вот это вот ротовое дыхание его устранить и начать делать упражнения по ликвидации глубокого дыхания есть несколько самых простых упражнений сегодня вам покажу ну и вот кстати почему есть сейчас известная пронпозиция когда ковидных больных кладут на живот да все забыли про туберкулез хотя все это в воздухе все время присутствует поэтому мы каждый день с вами хватаем какое-то количество вирусов но почему-то от них не сваливаемся очень сильная система внутренней конечно почему ковидных пациентов кладут стали класть в клиниках дошло наконец-то класть на живот потому что во время того когда человек лежит на животе вес собственного тела ограничивает движение грудной клетки и живота поэтому во всех гимнастиках дурных гимнастиках которые сейчас рекомендуют людям якобы для восстановления вообще не на то сделан акцент там не дышать нужно там не бить что-то нужно вообще ни при чем это все там нужно устранять привычку к глубокому дыханию поэтому сон на животе предпочтительнее чем сон на спине ну на боку еще вот и если я раньше везде и всюду говорила что с точки зрения позвоночника восстановления и так далее желательно спать на спине то сейчас и этот момент я пересмотрела и особенно если человек вот ладно быть человек здоровый он может себе позволить и на спине спать спокойно да я сплю всю жизнь на спине и вообще никаких от этого не страдаю но если бы я заболела ковидом то правильнее было бы мне ну то есть я переболела когда-то ковидом два дня я болела почему кладут пациентов всех на живот они не знают они там себе не могут даже объяснить это но что там происходит под весом тела прекращается движение грудной клетки а у нас все люди привыкли дышать используя и грудную клетку более того вы понимаете что делают куда бы вы ни пришли вам начинают рассказывать про то что нужно раздышиваться все должно двигаться в дыхании и еще и расскажут про какой-то спазм диафрагмы на самом деле ни один вдох ни у одного человека не происходит без движения диафрагмы это исключено то есть если у человека спазм диафрагмы значит диафрагма не сдвинется легкие не раскроются навстречу вдоху воздух не поступит тогда такой человек должен умереть вот реальный спазм диафрагмы это когда человеку бьют в живот и у него спазмируется диафрагма если люди нам хотят рассказать говоря произнося фразу спазм диафрагмы про то что диафрагма якобы как-то не двигается ну я могу допустить что ввиду асимметрии внутренней например правый купол диафрагмы может чуть-чуть быть поджат если смещены ребра может быть только в этом случае поэтому опять ставим все кости на место и разбираемся с дыхательной системой а лучше вообще сразу начать с дыхательной системы потому что главная витальная функция так вот кладут на живот для того чтобы человек перестал глубоко дышать и они там по несколько часов лежат на животе а бутейка этот метод разработал еще 50 лет назад и говорил хотите чтобы не было бронхиальной астмы лежите на животе хотите чтобы не было артериального артериальной гипертензии больше лежите на животе для чего но лежать на животе это как упражнение чтобы отучить глубоко дышать человека мы же с вами это сегодня можем делать просто через упражнение мы и делаем эти упражнения самое простое когда мы срезаем верхушку вдоха мы сейчас с вами попробуем это упражнение нужно просто еще понять что любое глубокое или быстрое дыхание почему я совсем убрала капалабхати из практики потому что даже капалабхати на протяжении там 15-30 секунд создает гипервентиляцию легких создает потенциал к тому чтобы человек болел а зачем нам это нужно вот понимаете начинаешь просматривать все эти йоговские практики пранаямы на разумность и понимаешь что что-то там не так что-то там не так и тут нужно просто иметь смелость от этого отказаться если ты понял что это может нанести вред хотя бы одному человеку нет мы там цепляемся мы какими-то трансформациями эти упражнения но оставляем себе потому что вот зацепились на самом деле в капалабхате нет никакого смысла кроме как очищение носа от слизи от сморкаться пожалуйста можно но делать это упражнение пожалуйста не надо потому что любое быстрое дыхание будет создавать гипервентиляцию легких помните эту формулу избыточное внешнее дыхание будет провоцировать ущербное внутреннее дыхание а внутреннее дыхание это насыщение кислородом наших клеток если вы хотите жить в гипоксии пожалуйста дышите глубоко часто и посмотрите на людей когда мы видим здорового человека опять-таки это формула дыхание здорового человека неслышимое и невидимое как только человек заболевает он дышит глубже он дышит чаще он дышит очень слышимо так зачем же мы с вами в практиках будем использовать такие же самые упражнения которые провоцируют вот это вот слышимое дыхание не нужно ну и смотрите в пост период постковидный научиться дышать срезая верхушку вдоха то есть мы с вами уменьшаем объем нашего дыхания вот смотрите если я сейчас найду хотела показать вам картинку сейчас пока буду искать а вы можете позадавать вопросы если у кого-то есть я сейчас ищу картинку чтобы вам поставить вообще на самом деле смысла мало в том чтобы показывать вам какие-то формулы но это разговор на какой-нибудь вебинар или вот на тот курс который я планирую сделать потому что ну он реально назрел для этого мне нужно было конечно самой разобраться очень глубоко ну вот сейчас я чувствую что я уже могу вам передавать это все не буду я сейчас давать вам картинку потому что там будет пропорция пропорции формулы совершенно четко просчитаны я вам сейчас просто скажу например например значит эффективность дыхательной системы или качество функционала дыхательной системы замеряется простыми данными например минутный объем дыхания это вот то количество дыхательных циклов которые человек делает за одну минуту можете себе вот поставить сегодня оставить домашнее задание закончим сейчас эфир засекаете время и смотрите сколько дыхательных циклов вы совершаете за минуту я вам рекомендую так это сделать взять ручку положить листочек перед собой смотрите на время и дышите это упражнение выполняется 5 минут вот например вы начинаете его выполнять дышите и отмечаете вдох выдох вдох выдох просто палочки рисуете вдох выдох одна минута прошла вторая минута вдох выдох вдох выдох и к концу пятой минуты вы увидите что количество дыхательных циклов в минуту у вас станет гораздо меньше может быть даже в два раза меньше если раньше считалось что здоровый человек дышит где-то 15 дыхательных циклов в минуту это невероятно много это раздышенный человек дышит 15 13 15 дыхательных циклов это говорит уже о нездоровье я вам сейчас скажу чем меньше дыхательных циклов в минуту вы делаете но это должно быть такое естественное без натуживания без там какого-то ограничения ну вот пример такой формулы можете себе сейчас вот где-то даже записать будете дышать и поймете по количеству дыхательных циклов можно рассчитать порционное давление углекислого газа и можно посчитать уровень кислорода и углекислого газа в крови в тканях итак смотрите при частоте дыхательных циклов 15 в минуту у нас будет уровень кислорода в тканях 78% прям запишите себе а уровень углекислого газа будет 36% 36 миллиметров ртутного столба или 5% клетка живет клетка живет вот жизнь клетки здоровой осуществляется на 2% кислорода и на 7% углекислого газа посмотрите если клеточный метаболизм осуществляется на такой пропорции почему клетки для жизни нужно 2% кислорода и 7% углекислого газа вот задайте себе такой вопрос потому что вообще мир создавался раньше только за счет углерода углерод порождал все живые формы жизни и ученые некоторые говорят что как только появилась растительность много зелени вся растительность поела углекислый газ и его стало в пространстве в несколько раз меньше ну и от этого были свои последствия а мы все за кислородом с вами бегаем понимаете но перекосов в этой формуле почему например в душных помещениях человеку становится плохо потому что в душных помещениях избыточное количество углекислого газа а его должно быть достаточно то есть достаточно в соответствии с измеряемыми параметрами то есть вот эти вот константы они должны быть мы по ним должны как-то ориентироваться вообще что у меня с дыханием и только тогда когда вы совершаете какие-то замеры вы имеете право людям какое-то вторжение в дыхательную систему предлагать я с этого начала что когда у нас температура мы ее меряем и только потом ее регулируем когда давление повышается или понижается мы меряем давление и только потом регулируем почему мы дыхание не меряем почему мы туда влезаем совершенно вот как медведь в посудную лавку понимаете лезем туда потому что считаем что можем так вот нельзя туда лезть если вы не сделали определенных замеров количество дыхательных циклов если у вас количество дыхательных циклов 12 в минуту уже сразу уровень кислорода в тканях повысился до 88% а уровень углекислого газа 5 и 5% в тканях вот эта вот пропорция должна соблюдаться ну и самый хороший показатель частота дыхательных циклов минуту 8 может быть вот вы попробуете за 5 минут и посмотрите что у вас к концу там 4-5 минуты количество дыхательных циклов уменьшится а это значит что у вас увеличится количество кислородов в крови и пойдет очень хороший процесс оксигенации тканей и тело начнет жить правильно да и метаболизм в клетках тоже будет идти на хорошем уровне все а у нас же от нарушения обменных процессов все остальные болезни я вам сейчас прочитаю какие болезни из-за нарушения дыхания формируются и вы все поймете вообще все поймете так вот при 8 количество дыхательных циклов 8 в минуту в тканях кислорода 98% весь кислород который вы вдохнули начинает поступать в клетки 8 дыхательных циклов в минуту все что нужно делать замедлять дыхание но смотрите эти дыхательные циклы ваше дыхание не должно становиться длинным оно должно становиться тихим едва заметным поверхностным вот то есть совсем как будто бы вы и не дышите ну и есть еще один критерий по которому замеряется критерий который вел бутейка критерий по которому замеряется уровень оксигенации это контрольная пауза контрольная пауза замеряется это задержка дыхания такая комфортная задержка дыхания После выдоха, ну вот я вам могу показать, а вы тоже там за экраном можете сейчас сделать, можно в принципе взять часы и померить, если сейчас у вас где-то рядышком, мне нет, просто поставить, чтобы секундную стрелку, то есть как замеряется контрольная пауза. Перед контрольной паузой человеку нужно расслабиться, вот ключевое здесь опять будет расслабление, то есть минут 5-10 полежать, потом сесть, выполнить спокойный вдох, спокойный выдох, закрыть ноздри и замерять вашу паузу. Ну и сразу скажу, что при первых замерах будут очень такие результаты, которые может быть кого-то расстроят, ну расстраиваться не нужно, просто вы будете знать реальность, реальное состояние здоровья своего. Причем контрольная пауза это запатентованный метод, ну как тестирование здоровья, запатентованный, то есть общепризнанный, это медицинский патент, контрольная пауза. Еще раз объясняю вам, вдох-выдох, закрыли ноздри, просто держим задержку, причем эта пауза, она должна быть такой, что после окончания паузы вы спокойно вдыхаете, я уже до 29 держу, отлично. Потому что сначала у вас может быть и 15 секунд, и 10 секунд. Вот в фильме Бутейко, например, мальчик пришел с бронхиальной астмой, представляете, ребенку 7 лет, у него был пульверизатор, бронхолитик, которым он пользовался 5-7 раз в день. Без этого ребенок не жил. Понимаете? То есть настолько было уже, парадоксальным было дыхание, что бронхи сокращались все время. А я вам рассказала про формулу. Парциальное давление, количество углекислого газа падает, бронхи сжимаются. Количество углекислого газа в легких растет, бронхи разжимаются. Если при ковиде уменьшать количество углекислого газа, а легкие и так уже не функциональны, потому что большое поражение легочной ткани, органическое уже идет, то если еще и сожмутся живые ткани, человек умирает. Понятно, да, почему вот, что не кислород надо было закачивать, а смотреть эту формулу соответствия парциальное давление и количество кислорода. И самый главный показатель, вот при тестировании, при осмотре ковидных больных или больных пневмонии, бронхиальной астмой, аллергии и так далее, гипертонии и всеми остальными болезнями, количество углекислого газа. Порционное, порционное давление в легких. От него все начинается. Вот здесь все начинается. Кстати, вот храп и слип апноэ, вот апноэ во время сна. Вы знаете, что люди умирают от апноэ во сне, потому что уже доказано, что с 3 до 7 утра мы все с вами гипервентилируемся. Мы все много дышим, переходим на глубокое дыхание, потому что это фаза глубокого сна. Мы все переходим на глубокое дыхание и мы все, в принципе, страдаем гипервентиляцией. Просто те люди, у которых уже есть поражение легочной ткани и бронхи слишком сжимаются, они же могут переживать апноэ. Это прекращение дыхания. Там до 2 минут человек может не дышать. Накопился углекислый газ и человек дальше дышит. Но люди так боятся апноэ, что уже изобретены гаджеты всякие, которые человека будят, которые контролируют вот эту вот функцию дыхательную. А самый простой способ, вообще-то, который рекомендован всем, ставить себе будильник. И если вы храпите, да, если есть уже какие-то отклонения в работе бронхов, нужно в течение вот этого интервала с 3 до 7 пару раз встать и просто походить. И такие примеры приводятся, например, женщина, которая страдает гипертонией, что она, у нее было самонаблюдение такое. Она там напилась воды на ночь и ночью с 3 до 7 пару раз вставала, чтобы сходить в туалет. И после этой ночи она первый раз за несколько лет проснулась и у нее нет гипертонии, нет повышения давления. То есть ее вода гоняла в туалет, а по сути она вставала и ходила. То есть она этот вот самый главный интервал, когда мы переходим на глубокое дыхание и занимаемся всей гипервентиляцией, она его прерывала, просто не раздышивалась. И поэтому утром у нее не было спазмов сосудов и повышенного давления. Потому что что такое в итоге? В итоге вот понижение порциального давления углекислого газа, уменьшение в легких, уменьшается общая вентиляция легких. А дальше давление СО2, если повышается, то нормализуется и давление в легких. У меня у клиентки была паника и она начинала задыхаться, когда я ей сказала, как правильно дышать, то помогло ей и ребенку. Ну вот так же со всеми. Вы понимаете, огромное количество людей, которые попали в свое время к Бутейко и испробовали этот способ, они же так на нем и живут. Они себе когда-то исправили дыхание, это люди, которые больше ничего другого не ищут, потому что у них болезни нет. Понимаете? Так вот, дыхание здорового человека, способность через легкие в минуту пропустить 5 литров, это здоровый человек может это сделать. А при ковиде все 50 литров запихивают людям, ну и понятно, еще и легочная ткань. Но вот я начала говорить, что удивительно, что обнаруживались случаи, когда человек с огромным, вот 70% поражения легких. То есть легкие, это же страшные цифры, людей вот этим всех пугали. Вы вспомните, вот в период, когда много вокруг людей заболевали ковидом, попадали в больницы, им там выдавали эти цифры. Они же сами от этого пугались. Боже, боже, что такое? Так вот, реальность показывает, что у человека даже при 80% поражения легких, вот этих 20% каких-то участков работающих легких хватало, чтобы происходило насыщение кислородом крови. То есть не было, сатурация была достаточная, то есть достаточное количество кислорода в артериальной крови было. Значит, вопрос не в том, что нужно восстанавливать легочную ткань, или вопрос не в том, что поражение большое нарушает, нарушает гипо, вот сейчас скажу, нарушает оксигенацию тканей. Не из-за того, что у вас поражены легкие, а из-за того, что испорчено вот это внешнее дыхание. Поэтому устраняем глубокое дыхание, прекращаем раз и навсегда дышать ртом во время речи. Я вас очень прошу, знаете, просто настолько странно смотреть, я сейчас очень, просто это очень заметно. Когда ты особенно видишь какого-то специалиста, который рассказывает про здоровье, и который, ну, конечно, по незнанию, просто люди не знают. Но вы-то здесь все уже услышали меня. И когда я вижу, что люди, которые меня слышали, и вроде как до них дошло, продолжают дышать ртом, Ну, все, я умываю руки, называется. Ну, Бутейко так и сказал, Бутейко вообще так и сказал, что посмотрите на это человечество. Он очень иногда жестко высказывался на это человечество, которое превращается просто в немыслящую массу. А почему? А потому что все дышат ртом, и все глубоко дышащие. У них нет здоровья на уровне мозга. Что такое глубокое дыхание и гипервентиляция? Это же прежде всего прекращение поступления кислорода в самый главный орган. Самый главный орган, который больше всего на себя забирает кислорода в мозг. Поэтому человек с гипервентиляцией легких по определению плохо мыслит, плохо соображает, плохо складывает факты, не способен к ясности мышления. Бутейко на самом деле для меня это вообще крутой йог, потому что он все те идеи, которые заложены в философии йоги, он их озвучивал. Да, он полностью понимал, что идет деградация человечества и что вообще не нужно никакого оружия. Просто научите людей глубоко дышать. Просто научите людей глубоко дышать. И они помрут раньше времени. Вот сейчас, например, информационный гигант. Что сделал Apple? Вообще, просто молодцы. Они выпустили приложение к последним айфонам, какое-то приложение типа «Правильно дыши». И это приложение там несколько раз в течение дня напоминает человеку, чтобы он сел и глубоко подышал. Прекрасно сделали приложение, потому что быстро и коротко все помрут. Начнут так дышать, и не нужно будет никакого оружия, чтобы с ними справляться. Так, при беге расскажи, что делать, как дышать. Значит, смотрите, показателем того, что физические нагрузки не приносят человеку здоровье, это переход на ротовое дыхание. Как только вы, упражняясь, вынужденно переходите на дыхание ртом, это говорит о том, что все, пошло разрушение. Вместо здоровья упражнениями даете разрушение. Поэтому останавливаемся, восстанавливаем дыхание. Люди, которые любят бегать, они осваивают такую технику, как вдох через нос, а выдох через рот вот таким движением. Сомкнутые губы, вдох через нос, выдох через рот, через сомкнутые губы. Вот, поэтому бег, который заставляет вас активно дышать ртом, это убийственный бег, просто убийственный бег. Тяжело отследить. Я увидела себя только, когда видео записывала. Ну, хороший тоже, хороший очень инструмент. Да, я тоже себя видела, потому что я практически каждый день, как только узнала, все время пишу сторис или выхожу в эфир. Вы помните, что когда шли первые эфиры, мне все начали писать, Алена, вы что, болеете? Потому что я очень звучно вдыхала. И тогда я у Алика спросила, он говорит, это пройдет. То есть вот такое слышимое дыхание носом у меня было. Сейчас уже не так слышно. Почему? Потому что я раздышенный человек. Потому что я перестала вдыхать ртом, но объем вдоха оставался прежний. То есть я все то, что делала через рот, стала делать через нос. И я очень глубоко, много вдыхала. Поэтому вы все слышали вот это вот, понимаете? Пока не перестроился мой дыхательный центр, пока привычка правильная не сформировалась. Сейчас я уже вдыхаю носом практически незаметно. То есть я вдохнула немножко и говорю. Захотелось, я, во-первых, стала медленнее говорить, меньше стало вот этого всего. Потому что эмоции, спешка, это все раздышивающие факторы. Да, когда мы стараемся быстрее, быстрее, быстрее сказать, нас не хватает просто внимания, чтобы увидеть, что опять вдохнули ртом. Вот, поэтому просто замедляйтесь. Как инструмент махамудры это может быть. Дыхание может быть очень шикарным инструментом махамудры. Вот сейчас я сформулировала. Один вывод очень важный. Первый раз его озвучила. Помните, у нас в махамудре есть инструменты замедления и пауза. Так вот, дыхание может стать самым крутым инструментом махамудры. Если вы будете в махамудре, вы точно не вдохнете ртом. И упражнение. Давайте мы сейчас с вами все его сделаем. Упражнение очень простое. Мимика меняется. Но вообще становится все-таки меньше всяких лишних движений. Лишних движений, да, потому что на все это нужно кислород, на обслуживание лишних движений. Хорошо. Упражнение следующее. Значит, выполняем вдох обычный свой, выдох. В конце выдоха маленькая пауза. Еще раз. Вдох, выдох, маленькая пауза, комфортная. И снова продолжаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. И вот на этих вдох-выдох мы с вами чуть-чуть срезаем верхушку вдоха. А выдох, естественно, какой есть. Внимание сейчас больше на вдох. То есть мы вдыхаем и как будто бы чуть-чуть недовдыхаем. Сначала у вас может получиться так, что вы слишком срежете, потому что вы там пробуете только, не делали таких упражнений. Раздышанные все мы. Поэтому у вас сначала будет так, что вы как будто бы прям сильно недовдохнули. И тогда следующий вдох у вас будет очень объемный. Это показатель того, что слишком срезали. Поэтому вот этот вот шаг на уменьшение вдоха, он должен быть маленький. Вот совсем вдохнули. Почувствовали, что еще можете чуть-чуть, но недовдохнули. Выдох. Сначала может быть у многих напряжение. Может появляться прям напряжение в грудной клетке, в горле. Потому что привычка глубоко дышать. Но вот только через такие упражнения, через самонаблюдение, постепенно происходит перестройка. Постепенно происходит перестройка. И я вам обещала прочитать, какое количество болезней связано. Даже в час не уложилось уже. Все, сейчас буду заканчивать. Какие болезни связаны. И какие болезни лечил бутейка, когда к нему приезжали люди. Я уже не говорю, что там есть результаты по излечению рака четвертой степени. Со всеми ишемиями, сердечными болезнями. Ну вот примерный список. Там около 150 болезней. Это болезни, порожденные нарушением дыхания. То есть болезни глубокого дыхания, иными словами. Болезни глубокого дыхания. Ну и поехали. Подагра, пилонефрит. Я даже таких не знаю. А, нектурия, ночное недержание мочи. Цистит. Мочекаменная болезнь. Ожирение всех степеней. Липоматоз. Хронический гастрит. Хронический холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Язвенная болезнь. Желчекаменная болезнь. Спастический колит. С колитом очень много людей сейчас мучаются. Язвенная болезнь. Тромбофлебит. Геморрой. Гипотония. Гипертония. ВСД. Ведец сосудистая дистония. Пороки сердца. Ревматизм суставной. Ревматические пороки сердца. Ишемическая болезнь сердца. Хроническая стенокардия. Короче, я все 150 не буду читать. Но вы уже поняли, да? Вообще-то мерцательная аритмия и так далее. Все, что с сердцем. Почему? Потому что это у нас кардиореспираторная система. Дыхание напрямую связано с сердцем. Только что замерила количество вдохов в минуту. Выяснила, что делаю один глубокий вдох раз в минуту. Это часто. Ну а зачем ты делаешь глубокий вдох? Наша с вами задача, по-честному, ничего не меняя, посмотреть, как мы дышим. То есть вот ваше естественное дыхание в состоянии спокойствия, когда вы сели и просто дышите. Поверхностно, неглубоко. Обычно, как вы дышите. Вот что нужно замерять и ставить вдох-выдох. Вдох-выдох. Вот. То есть не нужно ничего делать специально. И вообще, вот как бы вся практика и упражнения. Смотрите. Три действия. Три действия. Первое действие. Для того, чтобы не раздышиваться, чтобы не было провокации глубокого дыхания, тоже осанка имеет значение. Больше даже положение тела. Вот смотрите. Когда мы сидим с вами чуть-чуть съехав, у нас сжимается брюшная полость, у нас поджимается диафрагма. И мы вынуждены будем дышать более объемно. Да, мы будем компенсировать внешним дыханием недостаточность движения диафрагмы. Поэтому очень важно наладить положение тела в пространстве. И стараться, когда вы сидите, сидеть с прямой спиной. Но это должно быть не за счет напряжения мышц спины. Осанка так не выстраивается. Чем больше напряжения, тем глубже будет дыхание. Потому что все это напряжение нужно обслуживать. Одно простое действие. Вот грудинная кость. Фиксируем ее. И все, что мы делаем из этого положения, грудинную кость направляем вверх. Вот она, ваша осанка. Все, больше ничего делать не нужно. Вот это движение, оно и развернет плечи, выпрямит спину и освободит диафрагму. Все, это первое действие. Второе действие. Нужно устранить всякое лишнее напряжение. Сжатые зубы, напряженные плечи, сжатые руки. Нужно устранить напряжение. Перейти к состоянию расслабленного тела, при этом в прямом положении спины. А дальше делайте вот это упражнение, которое я вам показала. В течение пяти минут достаточно. Даже пять много. Две минуты хотя. С концентрацией внимания на том, что мы делаем. Укорачиваем вдох, чуть-чуть срезаем верхушку вдоха, выдох. Можно чередовать. Минуту подышали, укороченное дыхание, выдох обычный. Укороченный только вдох, выдох обычный. Минуту дышите, как обычно, ничего не меняя, вообще не предпринимая. Но вот в эту минуту у вас уже будет реже дыхание. Реже и короче. Вторую минуту снова делайте упражнение. Срезаем верхушку, выдох. Срезаем верхушку, выдох. Пять минут достаточно. В каждую практику это включайте, все. Вот. Поэтому вывод. Постковидная гимнастика. Какая должна быть? Дыхательная гимнастика или дыхательные упражнения после ковида, если мы хотим восстанавливаться. Восстанавливать константы. Как только вы восстановите константы, количество углекислого газа и кислорода в легких, оживляется легочная ткань. То есть нужно запускать клеточный метаболизм. Метаболизм, регенерация, восстановление тканей легких будет идти на фоне восстановления внешнего дыхания. Другого способа нет. Ничем другим вы легкие не восстановите. Начнете раздышиваться, будет затяжной выход из ковида. То есть система все равно как-то восстановит. Потому что она скажет, ну от этого дурака вообще уже ничего нет. Он после ковида начинает еще и глубоко дышать. Понимаете? Даст вам как постэффект. Начнете дышать после ковида, она вас накроет простудами, начнет сердце болеть, начнет еще что-то. Почему люди боятся постковидных последствий? Да не может их быть, если будут правильные действия. Никаких постковидных не будет, если вы не начнете раздышиваться опять. То есть то, что привело нас к ковиду, прожили-выжили, и еще дальше себя добиваем. Поэтому никаких глубоких дыханий, никаких агрессивных дыхательных упражнений, никаких вот этих вот движений с руками, никаких пыханий-выханий, еще чего-то там придумывают с дыханием. Уменьшаем объем дыхания, убираем ротовое, и делаем вот этих пару упражнений. У нас еще есть упражнение тоже, когда мы закрываем ноздри. Добавляем маленькую паузу после выдоха. Пять минут, пять раз в день очень быстро будет идти восстановление функционала дыхательной системы. На этом я сегодня заканчиваю нашу с вами встречу. Надеюсь, никого не обидела, донесла все, что хотела. Ну, не все, что хотела, будет все на курсе. На самом деле, я просто хочу сделать это отдельным курсом, вне инструкторского, вне всяких других, потому что тема номер один сейчас. Вообще, вообще, тема просто номер один. Все, всем хорошего вечера. Я не знаю, можно ли там делиться эфиром, Лора, скажи, или это остается все в этой группе, но хотелось бы, чтобы, конечно, побольше людей об этом услышали. Все, благодарю всех за присутствие. Хорошо, что были мои все практикующие, студенты, инструктора, молодцы. Потому что вам нести дальше эту информацию. Все, до скорых встреч. Скоро будет эфир про йогу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!